Друзья, если у вас нет возможности читать повесть Антона Чехова «Палата номер 6», смотрите это видео. Это история об одном докторе, который угодил в палату к сумасшедшим. Написал повесть Чехов в 1892 году. События происходят где-то в провинциальном городе в тот же период. Во времена Чехова название повести звучало так – «Палата номер 6». Итак, в одном больничном дворе стоял флигель. Это пристройка. Он выглядел заброшенным. Повсюду трава, штукатурка обваливается, на окнах решётки. В общем, всё грустно. Внутри всё так же. Старые разорванные матрацы, халаты, бельё. Всё свалено в одну кучу и ужасно воняет, как будто вы попали в какой-то зверинец. На этой куче всегда валялся сторож Никита. В самой палате стоят кровати, привинченные к полу. На них лежат больные. Сумасшедшие. Всего их здесь 5 человек. Один – благородного звания, остальные – обычные мещане. Высокий, с заплаканными глазами, постоянно втыкает в одну точку. Покачивает головой, почти ни с кем не общается. Похоже, у него начинается чахотка. Второй – маленький, подвижный, кудрявый старик. Днём он ходит по палате от окна к окну, садится на кровать и хихикает. Ночью он молится своему еврейскому богу. Его зовут Моисейка. Сошёл с ума лет 20 назад, когда у него сгорела шапочная мастерская. Из всех больных только ему разрешается выходить из корпуса и даже на улицу за пределы больницы. В городе к нему уже давно привыкли. Моисейка милостыню просил. Ему всегда давали что-то поесть и кое-какую мелочь. Так что в больницу он возвращался уже сытым и богатым. Вот правда, все его деньги отбирал сторож Никита. Моисейка хороший. Он ухаживает за другими больными. Подаёт им воду, по ночам укрывает. Одного паралитика из ложки кормит. Третий больной. Благородного происхождения. Иван Дмитрич Громов. 33 года. Бывший судебный пристав и губернский секретарь. Страдает манией преследования. Он или лежит на постели, или уходит из угла в угол. Чуть где-то какой-то шум, как он сразу напрягается и прислушивается. Не за ним ли пришли? Лет 15 назад в городе на самой главной улице в своём доме жил чиновник Громов. Всё у него было хорошо. Было двое сыновей – Сергей и Иван. На четвёртом курсе Сергей заболел чахоткой и умер. И потом на семью Громовых посыпались несчастья одно за другим. Через неделю после похорон отца отдали под суд за растрату и подлоги. И вскоре он умер от тифа. Дом и другое имущество было продано с молотка. Иван с матерью остались без денег. При живом отце у Ивана не было никакой нужды. Он учился в Петербурге. Отец давал достаточно денег. А теперь жизнь круто изменилась. Иван работал репетитором, голодал. Все деньги передавал матери. Не выдержал он такой жизни. Пал духом, забросил универ и вернулся домой. Здесь, в городе, Иван устроился учителем в училище. Но там у него не пошло, и он уволился. Затем умерла мать. Полгода не мог найти работу. Питался только хлебом и водой. А потом его взяли судебным приставом. Иван работал, пока не заболел. После этого его и уволили. Иван с самого рождения был странный. Очень слабенький, друзей у него не было из-за раздражительного характера. Общество он делил на честных и подлецов. Середины для него не существовало. Был очень начитан, много знал, но как-то жизнь не сложилась. Бывает. Как-то осенним утром Иван по работе шёл к одному мужику. По дороге он увидел двух арестантов в кандалах и с ними конвойных. Эта встреча произвела на него странное впечатление. Он подумал, что и его тоже могут заковать в кандалы и отвезти в тюрьму. В общем, на этой почве у Ивана появилась мысль, что его могут арестовать. При том, что он вроде и закон-то не нарушает, но всё может быть – клевета или судебная ошибка. И с того момента Иван начал подозревать каждого. Каждый хочет его арестовать. Он перестал спать, ожидая ареста. Но громко храпел, чтобы хозяйка думала, что он спит. Работа ему и раньше не нравилась, а сейчас вообще стала невыносимой. Иван думал, что ему хотят подложить в карман взятку. В конце концов, Иван спрятался от всех в погреб. А очень скоро его поместили в палату номер 6. Четвёртый больной – жирный мужик с лицом дебила. Он уже не мыслил и ничего не чувствовал. И сильно вонял. Сторож Никита часто его бил. Но мужик даже на побои не реагировал. Пятый больной – маленький и худой блондин, который раньше работал на почте. Сейчас он всем рассказывал, что его наградили или наградят каким-то очередным орденом. Жизнь во флигеле была однообразной. Раз в два месяца приходил пьяный цирюльник, чтобы подстричь больных. А в последнее время по больнице пошёл слух, что палату номер 6 стал посещать главврач. Этот доктор – хороший человек Андрей Ефимович Рагин. Сначала он хотел пойти в священники. Но отец настоял, чтобы он пошёл по его стопам и занялся медициной. Рагин был высоким, широким в плечах. Носил старую одежду. Но не из жадности, а от невнимательности к самому себе. Когда Рагин появился в городе, больница была в ужасном состоянии. Вокруг сплошная антисанитария. Работники обворовывали больных. Предыдущий главврач продавал спирт и устроил себе гарем из сиделок и больных женщин. По-хорошему, эту больницу нужно было вообще закрыть, а больных – распустить. Но так нельзя было делать. И всё же Рагин почти ничего не изменил. Решил, что всё как-то само наладится. Он сам был умным и честным. Но он не был лидером, который мог что-то изменить. Всё оставалось по-прежнему. В первое время Рагин работал очень усердно. С утра до вечера. Но очень скоро задолбался. Больных становилось всё больше и больше. «А зачем больным помогать? – думал он. – Смерть – это ведь естественно!» После таких мыслей Рагин забил на работу. Стал ходить в больницу уже не каждый день. А там делал вид, что работал. Дома Рагин читал книги и пил водку. Вечером к нему приходил почтмейстер, начальник почтового отделения Михаил Аверьяныч. Тот когда-то был помещиком, но разорился. Они общались, курили, пили пиво, говорили о жизни, вспоминали прошлые времена. Когда Рагин оставался сам, то думал, как бы сложилась его жизнь, если бы он в юности смог пойти против воли отца и не стать врачом. Думал, что в том, какой он есть, виноваты другие – чиновники, которые берут взятки. А вот если бы он родился на 200 лет позже, тогда всё было бы по-другому. В общем, размышления самого обычного лузера. Для помощи Рагину в больницу направили молодого врача. Ему ещё не было 30-ти – Евгения Фёдоровича Хоботова. Он завидовал Рагину и втайне хотел занять его место главврача. Как-то в конце марта Рагин увидел, как из города возвращался Моисейка – босой. Доктору стало жаль его, и он попросил сторожа Никиту выдать тому сапоги. Больной Громов – это тот, что с манией преследования услышал голос доктора и закричал, что его нужно утопить в туалете. Рагин спокойно спросил – позвольте узнать, за что? – Шарлатан, палач и вор! – ответил Громов. – А конкретнее? – Вы меня здесь держите. – Но вы же больны. Громов согласился, но возразил, что десятки других больных спокойно живут на свободе. Только потому, что такие как Рагин не хотят отличать их от здоровых. – Вас поймали, вот вы и здесь, а других ещё не поймали. Вот и всё, – ответил ему Рагин. – Отпустите меня, – попросил Громов. – И что дальше? Вас ведь сразу жители города или полиция снова приведут ко мне. – Да. Точно. Больной успокоился. И Громов и Рагин начали философствовать о том, какая будет жизнь в далёком будущем. Громов сказал, что когда-нибудь человек станет бессмертным. Рагину стало интересно проводить время с Громовым. Они общались. Громов, конечно же, шифровался. Говорил, что ни слова не скажет. Ведь считал доктора шпионом. Но Рагин мог его разговорить. Как-то Громов без стеснения прошёлся по образу жизни Рагина. «От вас ведь нет никакой пользы для общества. Выросли без борьбы, в тепличных условиях, на всём готовом. Вы ничего не делаете, ни в какие вопросы не вмешиваетесь. Дома книжки читаете и водку пьёте. Выбрали себе удобную философию и чувствуете себя мудрецом. А зачем что-то делать или кому-то помогать, если все мы когда-нибудь умрём?» Только это не философия, а хрень собачья. Рагину было любопытно. Он стал приходить в палату каждый день. И вскоре все в больнице знали, что он туда ходит. Но никто не мог понять, зачем он туда ходит. Однажды в конце июня молодой врач Хоботов искал Рагина и зашёл во флигель. Он услышал, как доктор разговаривал с больным. Рагин называл Громова другом, умным человеком. На другой день Хоботов пришёл во флигель с фельдшером, чтобы вместе послушать разговоры доктора и больного. Мужики решили, что Рагин тоже сошёл с ума. После этого Рагин начал замечать, что в больнице как-то странно стали на него поглядывать. Почтальоны Хоботов начали советовать ему бросить пить спиртное. А в августе Рагина пригласил к себе мэр города. У него уже были воинский начальник, смотритель училища, Хоботов и ещё какие-то мужики. Сказали, что аптеке стало тесно в главном корпусе его больницы. Нужно её в какой-нибудь флигель перевести. – Да не вопрос, – ответил Рагин. – Переведём. Поговорили ещё о разном. И вдруг Хоботов неожиданно спросил Рагина, какое сегодня число. Потом какой день, сколько дней в году, и правда, что в палате номер 6 живёт пророк. На все вопросы Рагин спокойно ответил. Когда он одевался, то понял, что это была комиссия для проверки его умственных способностей. Он впервые в жизни почувствовал себя оскорблённым. А вечером к нему зашёл почтальон и в лоб сказал, что он нездоров. Это все уже видят. – Дорогой друг, вам необходимо отдохнуть и развлечься. Я беру отпуск и приглашаю вас с собой в путешествие. Рагин поблагодарил, но отказался. Он не хотел нарушать привычный для него образ жизни. Но находиться в городе, где его считали крэйзи, он тоже не хотел. – А куда вы поедете? – спросил он. Москва, Питер, Варшава… Через неделю Рагину предложили подать в отставку. Он отнёсся к этому равнодушно. А ещё через неделю он с почтальоном поехал в Москву. Общество Михаила Аверьяныча стало напрягать Рагина. Одно дело, когда они общались у него дома по вечерам. И совсем другое дело, когда приходилось быть рядом с ним всё время. В Москве почтальон вёл себя вызывающе, как быдло. Мужики ходили по Москве, смотрели достопримечательности. Через два дня почтальон так достал Рагина, что доктор сказал, что болен и хочет весь день провести в гостинице. – Не вопрос, – ответил Аверьяныч. – Тогда я тоже останусь с тобой. И только после обеда ему стало скучно в комнате, и он ушёл прогуляться. Наконец-то Рагин остался сам. Какое это было блаженство – не слышать разговоров друга. В Петербурге история повторилась – Рагин отдыхал в гостинице, почтальон где-то гулял. Доктор хотел вернуться домой, а Аверьяныч хотел поехать в Варшаву. И они поехали в Варшаву. Здесь Рагин тоже лежал в комнате. А почтальон гулял по городу. Однажды Аверьяныч сказал, что проиграл все свои деньги. – Дайте мне 500 рублей. – попросил он Рагина. Доктор дал. Через два часа Аверьяныч вернулся. Всё проиграл. Сказал, что пора уезжать отсюда. Когда мужики вернулись, был уже ноябрь. Лежал снег. Главврачом стал Хоботов. – А сколько у вас есть денег? – спросил Рагина Аверьяныч. – 86 рублей. Это с собой, а вообще? – 86 рублей. И с собой, и вообще. Почтальон был удивлён. Он-то думал, что у доктора есть тысяч двадцать. Тогда он вдруг заплакал и обнял друга. Рагин жил в трёхкомнатном домике. Две комнаты были его, в третьей жила его кухарка Дарьюшка и хозяйка с тремя детьми. Его жизнь после увольнения изменилась. Он не знал, чем себя занять. Страдал всякой ерундой. Даже в церковь стал ходить по выходным. Дважды в неделю Рагин ходил в палату номер 6 общаться с Громовым. Доктору после двадцатилетней службы не дали ни пенсии, ни выходного пособия. Это его обидело. Ведь денег у него не было. А долги были. Дарьюшка уже его книжки начала продавать. Рагин сердился на себя за то, что в путешествии потратил тысячу рублей. А эти деньги сейчас ему очень бы пригодились. К нему иногда заходили Хоботов и почтальон, который никак долг не возвращал. Однажды получилось так, что они были оба. И так достали Рагина, что он закричал, чтобы они оба убирались вон. Кричал, оскорблял. Да. Зря он, конечно, так сорвался. Пацаны ушли. Когда Рагин успокоился, то понял, что сказал лишнего. «Надо бы извиниться перед Аверьянычем», – решил он. И утром пошёл на почту. Извинился. «Ладно, проехали», – сказал Аверьяныч. – Всё понимаю. «Лечиться вам надо, чтобы такие припадки больше не повторялись. Пожалуйста, ложитесь в больницу». И даже прослезился. Рагин сказал, что он здоров. «Я попал в заколдованный круг, когда все вокруг думают, что я болен. И чем больше я буду доказывать, что это не так, тем сильнее люди будут убеждаться, что я болен». Вечером к Рагину зашёл Хоботов и, как ни в чём не бывало, пригласил его в больницу на консилиум. Рагин был рад. Потому согласился. Хоботов проводил его в палату номер 6. «Тут у одного проблемы с лёгкими», – сказал Хоботов. «Вы обождите. Я сейчас вернусь». Прошло полчаса. Вошёл сторож Никита с халатом, бельём и туфлями. «Вот, пожалуйста, это вам. Надевайте», – сказал он. «Вот ваша кровать. Выздоравливайте». Рагин всё понял. Он молча переоделся и лёг на свою кровать. Ему было всё равно. Полежал с полчаса, потом встал. Походил по палате. Снова лёг. «Так же и с ума можно сойти от безделья», – решил он. «Это какая-то ошибка. Нужно всё прояснить». Проснулся Громов. «А, доктор. Теперь и вы здесь. Ну добро пожаловать. Если будет совсем туго, начинайте философствовать. Помогай». Было уже поздно. Рагин захотел выйти из палаты и прогуляться. «Куда? А ну спать!» – крикнул ему Никита. Рагин начал возмущаться. Тогда Никита дал ему по голове. Рагин сразу успокоился. Он лежал и думал, что так больно, как ему сейчас, этим пятерым больным было больно много лет. А он раньше об этом не думал. Утром у Рагина болела голова. Он не ел, не пил, лежал неподвижно, на вопросы не отвечал. Только думал, что ему стало всё пофиг. Днём к нему зашли Аверьяныч, Дарьюшка и Хоботов. А вечером Рагин умер от инсульта. Через день его похоронили. На похоронах были только почтальон и его кухарка. Вот такая история, друзья.